здравствуйте меня зовут Алла Морозова я являюсь членом союза художников россии и руководителем студии живописи и сегодня мы с вами постараемся закончить наш рисунок и в дальнейшем как мы вначале говорили этот рисунок можно подарить кому-то на новый год можно его оформить в багет и повесить на стену вы можете выбрать любой вариант который вам понравится и мы сейчас с вами начинаем наше занятие значит что мы сейчас делаем мы сейчас с вами прорисуем еще раз нашу елочку и возьмем пастельку так как мы с вами уже рисовали и сделали полностью наши елочки сейчас мы сделаем более объемными возьмем снова наш темный зеленый цвет и еще раз сделаем те же движения на вылет чтобы краешек иголочек был тоненький сейчас мы уже не делаем такого большого акцента как мы делали это вначале я здесь вот в этом месте немножечко за тушу и сделаю более темным теперь перейду на вот эту веточку не заходим на наши ленточки сейчас сделаю вот такие движения так как мы показываем наша елочка лежит вот в таком направлении значит и иголочки должны быть в этом же направлении сейчас я опустилась и вниз нарисовываем веточку и прорисовываем и эту веточку теперь мы возьмем я возьму самый светлый вот этот вот такого оттенка и уже буду делать акценты более светлым цвета показываю направление наших веточек сейчас сделаю и здесь теперь перейду на вот эту веточку здесь можно сделать и небольшие выходы светлым цветом так как у нас здесь есть пространство очень светлого тона снова возьму белую пастель и высветлим самые высокие места на те которые попадает свет и и растушуем и уже растушевываем с плавным переходом в голубой оттенок тот который мы с вами наносили до этого сделаю как будто перекрывает вот этот холмик снега вот этот также делаем акцент я добавляю белого тона чтобы в контрасте было сейчас добавлю немного синего и сделаю как бы отделю сделаю более темные акценты между белым верхушками белого и вот тех частей которые темные места и и еще раз пройдусь и еще раз пройдусь белым цветом стараюсь растушевать чтобы не было никаких полосок все было очень плавно сейчас возьму немного другой вот такой чуть чуть темнее и сделаю как бы завершение и смешаю вот с тем голубым также как мы делали верхней части нашего рисунка добавлю немного белого чтобы белый сгладил вот эти все полосы от пастели и еще раз высветлю светлые места снова вытру руку пальцы должны быть сухими и и и и и и и и вот в этом месте тоже высветлил сейчас я возьму снова зеленую пастельку и вот здесь снова прорисую форму что там на заднем плане у нас тоже елочка что еще я сейчас еще добавлю возьму синий карандаш пастельный сделаю вот эту петелечку которая у нас будет прикрепляться к елочке и сделаю также небольшой овальчик в этом месте и петелечки опущу на этот овальчик я не видно на темном фоне я сейчас добавлю белого вот так уже становится более четче видно слегка растушую вот эту часть теневую сторону наших шариков и сейчас мы с вами перейдем к нашим снежинкам я хорошенько вытру сейчас руку возьму вначале возьму белую пастель и начну на темном вот этом фоне делать вот такие движения любые какие можно по три делать черточки можно просто будет сделать вот такие кружочки обратите внимание можно делать их и больше и меньше можно просто сделать я наверное сейчас еще возьму пастельный карандаш и пастельным карандашом сделаю наши звездочки на заднем плане вернее не звездочки а снежинки которые падают я сейчас подотру отпечатки какие я оставила моих рук или возьму карандаш и сделаю более тонкие снежинки вы можете включить свою фантазию и нарисовать снежинки какие вам могут понравиться или какие вы можете придумать сами также можно сделать несколько снежинок и на нашем к сожалению не получается я сейчас попробую сделать пастелькой пастелькой видно что таким образом мы показываем что здесь снег тоже попадает и на эти шарики посмотрите особенно хорошо их видно в контрасте на темном цвете что еще можно сделать еще можно сделать акценты вот в этих местах где у нас с вами ленточки я возьму еще даже оранжевый цвет или вот более насыщенный оранжевый и таким образом сделаем более выпуклым это место здесь вот здесь попал свет чем объемнее будет наша картинка тем она будет лучше смотреться и вот на этом скажем так хвостики ленточки я так думаю что на этом мы с вами закончим наш урок вот вот то вот вот